Такую задачу сегодня на совещании с главами муниципалитетов и руководителями краевых и федеральных ведомств поставил губернатор Александр Ткачев. Сейчас в крае больше 300 свалок и только 13 из них лицензированные. Чтобы избавиться от стихийных залежей отходов и создать цивилизованную мусорную инфраструктуру, придется вложить около 7 миллиардов рублей. Но если инвестировать их с умом, заметил Ткачев, то в будущем в борьбе с мусором это только сэкономит деньги и сохранит экологию. Мы тратим на ликвидацию огромные деньги, а воссы ныне там, к сожалению. Только берем в одном месте, вы знаете, лучше мне, тут же образуется в другом. Это и пищевые отходы, это какой-то картон, банки, склянки. Ну, это ужасно. Мы должны выходить из такого абсолютно несистемного подхода к мусору во всем мире. Это, коллеги, это вопрос номер один. У нас есть шанс немножко, знаете, выйти из этой грязи и чистить свой край. На Кубани уже работает один современный мусорный полигон в Новороссийске. Второй в Тихорецке планируют запустить в сентябре. Подобные комплексы в будущем будут включать в себя не только место для захоронения отходов, но и заводы по сортировке и переработке мусора, пластика, макулатуры или стекла. После чего полученное сырье продают для вторичного производства, например, картонных коробок. Еще раз подчеркну, ни у кого такого масштаба, о котором мы сегодня говорим, и такого уровня требований на самом деле нет. Все, что мы сегодня создаем, это мы создаем впервые в нашей стране. Продолжение следует...